Вместо двух невзрачных торговых павильонов в центре города новое современное здание. Между домом Подковой и многоэтажкой на Громобое 15 может появиться объект, который, по мнению архитекторов, хорошо впишется в существующую застройку и не будет мешать восприятию объектов культурного наследия. Архитекторы предложили использовать при строительстве нового здания закругленные окна. Этот архитектурный прием позволит добиться двух важных свойств нового здания. Первое свойство – благодаря своей обтекаемости взгляд как бы будет соскальзывать с нашего архитектурного объекта, перемещая его на памятники архитектуры. Другое важное свойство – сам факт наличия стекла и аскетизм архитектурной формы предполагает, что отражающиеся в этом стекле окружающие объекты в определенной степени будут нивелировать объем этого здания. Жители близлежащих домов с большой осторожностью относятся к грядущим переменам, переживают за будущий облик этой территории, ведь по соседству не просто дом, а памятник архитектуры регионального значения. Так как я здесь живу, я постоянно хожу по этой улице, по работе, то есть на проспект Ленина, и проходя мимо, я постоянно наблюдаю вот эти разрушенные здания, которые, в свою очередь, я считаю, что портят облик нашего города. Сейчас мы уже живем на том уровне развития нашей Российской Федерации, которая позволяет нам эстетически преобразовывать город. И я вижу, как многие дома подаются реконструкцией, они выглядят красивыми. Почему у нас на данный момент на центральной улице города, с учетом того, что у нас здесь рядом находятся памятники архитектуры, находятся вот эти сарайи? Публичные слушания по этому участку земли уже были еще в октябре прошлого года. Тогда тревога жителей вызвала близость проектируемого объекта к одному из выходов защитного сооружения гражданской обороны. С точки зрения жителей учли. Одним из основных замечаний было то, что в границах образуемого участка оказалось, как сказали жители, бомбоубежище. На самом деле, это запасной выход из защитного сооружения. Сегодня он исключен из границ образуемого земельного участка, то есть с соблюдением всех норм. В течение двух недель у всех заинтересованных сторон была возможность ознакомиться с документами и внести свои предложения. За это время в мэрию поступило 57 заявлений за и 15 против проекта. Документы составлены в соответствии со всеми требованиями. Разработка проекта осуществлена в полном соответствии с приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия. Об утверждении границ зоны охраны объекта культурного наследия регионального назначения это дом жилой Подкова 1933-1934 года постройки архитектором Пановым. По итогам этого заседания в мэрии смогут утвердить проект межевания территории и определить разрешенный вид использования земельного участка обслуживания жилой застройки. Использовать эту территорию можно будет только после проведения аукциона.